Продолжение следует... Я посмотрела по составу участников. Давайте перейдем скорее в формат семинара. Большинство из вас уже имеют статус промышленного комплекса, получили его в прошлом году, уже получали, наверное, льготы, хотя бы там за последний квартал 2016 года. Основные моменты, которые изменились по льготам, вы знаете, с 1 января 2017 года налог на прибыль у нас изменилась в льготке вне 13,5%, а 12,5%. Это связано с изменением в налоговом кодексе, потому что в федеральную часть сейчас уходит больше процентов, чтобы сохранить льготы на прежнем уровне, правительство Москвы тоже снизило этот процент региональной части. По поводу критерий. В критерии в этом году также у нас прошли индексирование, теперь показатели стали чуть выше, но незначительно. Мы смотрели заявки, которые приходили к нам в прошлом году, уже имеют статус промышленного комплекса. В принципе, исходя из новых показателей, индексированных в этом году, все предприятия, которые получили статус в прошлом, проходят по этим критериям. Повторюсь, фонд оплаты труда в 2016 году по итогам отчетности и по заявкам 2016 года у нас составит 106 миллионов рублей на гектар. Объем инвестиций за предыдущие 5 лет при подаче заявок в 2017 году составит 102 миллиона рублей на гектар. Выручка на 1 гектар составит 320 миллионов рублей. Заработная плата 57 971 руб. Также отмечу, что для отдельных предприятий, у которых АКВЭД по основной выручке является льготным, сохранятся льготные условия, понижающие коэффициенты, которые применяются в перерасчете экономических показателей. Все по-прежнему остается так же, так что, в принципе, при подтверждении статусов в этом году вы также будете проходить с учетом этих показателей. Если есть какие-то вопросы, давайте сейчас после выступления коллег вы их сразу нам задавите. Я думаю, что мы будем кратко выступать, чтобы больше слушать от вас уже, какие у вас вопросы накопились. Виктория Владимировна расскажет про 152-е постановление. У нас в конце года в него внеслись изменения. Вот она, наверное, на них и остановится. Наверное, давайте мы остановимся сразу на изменениях. В конце 16-го года у нас 52-е постановление в виде семей изменения. У нас остается два направления предоставления субсидий. Это компенсация процесса на ставку по предметам договорам, договорам займа и соглашения о подкрытии аккредитива. И второй направлении остается размещение части затрат по дежурной поддержке. Соответственно, размер компенсации остается тем, что по предметам это не более 200 миллионов в год. По лизинговым договорам это не более 100 миллионов в год. По кредитам изменилось то, что теперь мы предоставляем субсидии в размере не более ключевой ставки, установленной в Центральный банк на день подачи заявки. По лизингу остается тот же размер 25% лизинговых платежей без учета ЛНДРС. По лизинговым платежам у нас исключено требование теперь полной численности работников, то есть ограничений не менее 100 человек оно у нас нет. Добавилось дополнительное такое условие предоставления субсидий, как отсутствие признаков оффилированности предприятий и предприятий и производителей оборудования. Соответственно, по лизинговым договорам были те же самые деньги. Самое главное, на чем бы хотелось остановиться, это дополнительным теперь у нас есть возможность заключить договор о предоставлении субсидий на основании предварительного решения о предоставлении субсидий. Становлюсь на том, что собой представляет предварительное решение. То есть, давайте так, сначала расскажем, что он будет состоять из двух этапов. Теперь у нас предоставление субсидий состоит из двух этапов. Первая процедура – это практически то, что все уже, кто получал субсидию, знают. Эта организация должна подготовить пакет документов, в котором будет указано предварительное условие предоставления кредита или договора займа, либо договора лизинга, и, соответственно, предварительный договор о приобретении оборудования. Данный пакет документов рассматривается в два субсидий, проводится экспертиза документов, и на основании этого готовится экспертное заключение, которое рассматривается в финансовой комиссии, и на основании него принимается повторительное решение предоставления субсидий. На втором этапе, когда уже организация включает договор, соответственно, с кредитной организацией, либо с лизинговой компанией, и включает договор на поставку оборудования, этот документ предоставляется в департамент, в департаменте проводится экспертиза этих документов, вторая, вы знаете, проверка осуществляется, наличие оборудования, ответы готовят за экспертное заключение, и уже на основании него принимается решение о предоставлении субсидий. Само предварительное решение предоставляется об решении распоряжения департамента, в котором прописываются существенные условия для заключения договора, то есть это сумма субсидий, сроки предоставления, условия привлечения средств в кредитах, либо низниковых платежей, перечень покупаемого оборудования и планированные сроки ввода оборудования расплата. Действуя такое решение предварительное, будет до 1 декабря года следующего закона принять предварительное решение предоставления субсидий, но и в случае, если до этого срока организация не подтверждает свои намерения о том, что покупается оборудование и заключается в договор рейзинга, оно потрачено силу. Ну, в общем, это под кратклево обозначение. Так, коллеги, я думаю, что вопросы будем сейчас задавать или после уже выступления последнего? Давайте, наверное, Сея Сергеевна, расскажите вы про 587-е постановление, и после этого уже перейдем к вопросу. Уважаемые коллеги, ну, наша, наверное, история это больше для более маленьких субъектов предпринимательства, она к своей целевой аудитории ориентирована на субъекты МСП согласно 209-му федеральному закону. Вы знаете, что у нас там где-то около года назад изменились несколько критерий, поэтому я допускаю, что там большинство из вас все же попадает под эту субсидию, поэтому я с удовольствием вам о ней расскажу. Значит, основная история, и те, кто могут претендовать на нее, это субъекты МСП, как уже было сказано, и необходимо наличие статуса резидента технологического парка, технополиса или индустриального парка. И мы понимаем, что здесь, наверное, там немножечко тоже не к вам, но мы сейчас всячески рассматриваем вопрос о том, чтобы расширить эту нашу целевую аудиторию, поэтому будем делать акцент на то, что это в первую очередь должны быть субъекты МСП. Второе, это должны быть там налогоплательщики города Москвы, организации расположенной на территории города Москвы. У вас, конечно же, как и у всех там требований, не должно быть задолженности по там бюджетным обязательствам, плюс отсутствие незавершенных договоров. Также, что хочется сказать, что наша субсидия ориентирована на возмещение затрат по процентам на кредиты, и компенсации подлежат те проценты, которые там в размере ставки рефинансированы ЦБРФ. И объем общей субсидии не более 5 миллионов рублей. А кредитные договора, которые подлежат и подходят под наши критерии, это в ближайшие три года, то есть вы имеете право возместить те проценты, которые были там заключены в договорах в ближайшие три года. То бишь мы рассматривали юридическую возможность, например, когда вы компенсируете проценты по договорам около прошлых трех лет с момента вступления в силу данного постановления. Из алгоритмов, что вам необходимо будет сделать? На момент старта отбора, это первый этап, вы взаимодействуете в первую очередь с кредитной организацией. Кредитные организации, с которыми сейчас заключены соглашения, это ПАО Сбербанк, ПАО ВТБ-24, ПАО Промсвязьбанк и ПАО Возрождение. Из алгоритма, первый этап, взаимодействие с кредитной организацией, вы там на заключении соглашения о сотрудничестве, это мы заключаем соглашение о сотрудничестве, дальше мы объявляем отбор, и с момента старта отбора вы имеете право формировать заявку. При формировании заявки вы как субъект МСП направляете ее в кредитную организацию. Те организации, с которыми у нас уже заключены соглашения, взаимодействуют с вами и знают об этом, и находятся на связи с департаментом. Включая за эту субсидию управление малого и среднего предпринимательства в департаменте науки, поэтому в случае возникновения вопросов вы всегда можете обратиться в департамент управления. Далее кредитная организация принимает решение либо о отказе, либо наоборот о подаче и согласовании вашей заявки далее. После чего ваша заявка из кредитной организации попадает в департамент, и там происходит проверка на соответствие установленным критериям, озвученным в ноль. После чего рассматривается на финансовой комиссии, отраслевая комиссия департамента, и выпускается распоряжение о предоставлении вам субсидии. Что хотелось бы отметить? Да, в первую очередь хочется сказать, что пока на данный момент, наверное, статус того, что резиденты технопарков, технополисов нам многие задают вопросы, не очень корректен для вас, но мы всячески планируем в ближайшее время, я думаю, это произойдет в первом квартале этого года, выйти с предложением расширить целевую аудиторию для всех субъектов МСП, невзирая на статус, и единственное, что останется, это виды деятельности, впрочем, которым вы сейчас соответствуете. Поэтому, уважаемые коллеги, как только мы откроем такой набор, мы с удовольствием будем принимать от вас заявки на вознащение процентов кредитов. Спасибо большое за внимание. Спасибо, я понимаю, что речь сейчас идет еще о увеличении лимитов, которые будут выдаваться более 5 миллионов. Да, мы тоже обсуждали этот вопрос, что с расширением целевой аудитории, как раз с коллегами тоже его проговаривали с нашими юристами, хотелось бы рассмотреть вопрос о расширении лимита не до 5 миллионов, а в зависимости от того, малое и среднее предприятие, и возможно раздвигать рамки. Пока это вопрос на рассмотрение с нашими юристами, я думаю, что в первом квартале мы закончим эту работу, и будем рады вас всех видеть. Спасибо. Спасибо. Стасия, коллеги, давайте начнем с вас, кто здесь присутствует, какие есть вопросы. Представьтесь, пожалуйста, и какое предприятие? Родина Горина, к нам сегодня директор в будущем кондитетского комбината в Коломенске. У меня во всем собственном направлении есть вопрос за коридором. Да, конечно, давайте. Значит, в этом субсидии меня интересует. Спасибо большое за сотрудничество в этом городе. Мы первые получили, и хотелось бы узнать, все-таки предварительный процесс, который был озвучен сейчас, мне хотелось бы узнать, на что нацелен? На то, чтобы предприятие имели возможность не разу получать субсидию, а периодически ее... Даже предприятие субсидии у нас организации может получать субсидию ежегодно, соответственно, на приобретение производственного оборудования будет новый договор, новую субсидию. Единственный момент ограничительный, что в зависимости от заработной платы, которая там при приятии, этот лимит, который вы в год можете попросить, он не может перемешать либо 100 миллионов, либо 200 миллионов рублей. То есть, если у вас один договор есть, и вы его обслуживаете в течение трех лет, то общий лимит не может превышать либо 90 миллионов. То есть 100 миллионов рублей в год по кредитам, 200 миллионов рублей по дизайнам. Значит, вы говорите, что присутствовали в оборудовании двух платежа, и конкретно про изменения, которые... Про изменения. Имейте в виду, что если предприятие... Это было пожелание совместного района, то предприятие некоторых как раз было, что наличие предварительного решения, это некий... И для кредитной организации будет понятно, что вы намерены с ним заключить кредитный договор, да, и вы покупаете в бизнес-наборудовый. И для вас ли это некая гарантия того, что если вы заключаете договор и подтверждаете все условные проходы по ним, то у вас уже будет гарантирован, что вы получите субсидии. Ну, то есть, другими словами, субсидия получилась все равно в конце трех годов мы получим вот этому договору. То есть это не будет частично, когда по одному предприятию... Да нет, это не аванс, потому что это так же у нас оставить это по факту за трех. Вы это предварительное рассмотрение? Да, предварительное рассмотрение. Субсидия как раз в году уплачена, так ли? Да. Я понимаю. У нас веже порталь, она выплачена. Ну, первый раз же вы разговариваете? Нет, первый раз у нас получается, потому что у нас прошел отбор, соответственно, в конце года, и консервис у нас путешествия с первого января года по году, вот, собственно говоря, в котором мы будем заявлены, в течение трех лет. А дальше уже по договору вы получаете субсидии реже квартальности, если вы хотите. Да, да. Соответственно, если у меня будет новая договора, в следующем году я просто выполняю существующий угол субсидии. Нет, вы заключаете новый договор, новый договор и процедуру также, пакет документов, экспертизы, вызвание предприятия наличия оборудования и решили в францовой комиссии. Вы также выхода постановления, что после чего этот пакет не представляет? Постановленный приказ. Приказ, здорово. Оботвольный приказ у нас и, соответственно, дальше вы хотите пускать и заплатить. Хорошо, спасибо. И вот по статусу промышленный комплекс, хотел я выточнить. Мы вот изучили закон города Москвы, в котором говорится о ставке налога на публь для предприятия, которые имеют статус промышленный комплекс, в настоящий момент мы пытаемся сейчас этот статус для себя получить. И вот не совсем для меня понятно в большом учете редакции этого закона, потому что в первом пункте его идет перечисление, собственно, статусу компании. И нет в этом перечисления статуса промышленного комплекса? Он относится к инвестиционным приоритетным проектам. Это понятие включает в себя промышленный комплекс тоже. Может быть, это закон закон? 52 закон. Да, в первом проекте? Да, вот в основном руках инвестиционно-приоритетный проект там есть. Это понятие включает в себя понятие промышленный комплекс в соответствии с 54-м, 55-м законами города Москвы. 54-й об инвестиционной деятельности, 55-й закон о промышленной политике города Москвы. Там в понятиях, которые идут в начале этих законов, прописано, что к инвестиционным приоритетным проектам города Москвы относятся и промокомплекс в том числе. Соответственно, когда идет закон о налоговой льготе, он показывает, что... 50... Да, да, да. ... ... ... ... ... Документ, которым присваивается статус распоряжения, подтверждение статуса идет через протокол Межведомственной комиссии, отдельное распоряжение каждый год о подтверждении статуса мы не выпускаем. То есть вы у нас в реестре, пока не выйдет распоряжение, по которому мы вас отбираем этот статус, вы там числитесь. У нас кредиты в любой формат, то есть целевого, так скажем, целевого понятия о том, на что вы берете кредит, нет ни в договоре, ни в 587-м. Нам многие задают этот вопрос, и мы рассматриваем это и на приобретение оборудования у нас была история, вот здесь технополисы Москва, их резидентах, и на открытие там новой линии. То есть такого критерия пока нет. Но, безусловно, если мы будем увеличивать лимит, мы об этом задумываемся. И тогда, скорее всего, мы вас привлечем на этапе как раз внесения изменений в вас, для того, чтобы посоветоваться, как лучше это сформулировать. Так, коллеги, еще вопросы? Давайте, давайте, вы. Вячеслав Сергеев, я делаю на конечном юридический департамент. В связи с тем, что в первом квартале этого года, на втором, наши предприятия будут создать статус промышленного комплекса как раз на автеку по оборудованию ростов. У меня вопрос, планируется ли на следующем внесении изменений в постановлении правительства города Москвы, то есть восьмой, в котором мы предпринимаем порядок, то есть здесь планируется, то есть здесь планируется, то есть здесь планируется, но вас это пока не затронется, планируется в части инвестиционных приоритетных проектов по созданию, то есть новые проекты о строительстве дополнительных корпусов и так далее. По промкомплексам, по действующим нет. Кто не планирует, если будут, то будут расширяться отрасли, по которым есть поддерживающие коэффициенты. Если все сложно, то есть. Так, ближайшие изменения в конце февраля. Обычный постановок мы, соответственно, выпускаем это распоряжение, оно попадает в публичку, мы рассылаем по действующим компаниям, которые имеют статус ступенинговых курсов. Я понимаю, мне не интересует ни срок подачи заявлений, ни заявок. Ну, имеется в виду, что сейчас у нас 120 дней, можно... От 120 до 45? Да, будет от 45. Ну, точнее, 45 за 45 дней, и у вас с 22 февраля, если не ошибаюсь, вы уже можете начинать процедуру подачи документов на подтверждение статуса. Не возьмите себя дома. Скажите, а как мы можем подать электроны сейчас? Почему мы не можем? Почему вы не можете? У вас нет ЭЦП? Нет, ЭЦП у нас есть. Но у вас нет... А, на портале? Мы не можем, там не выбирается заявление, добавление статуса. Но вот мы сейчас обсуждаем с департаментом экономики, надеюсь, что на следующей неделе уже вам сможешь сказать точно, либо вы будете подавать электроны как на новый статус, через систему, как вы подавали первый раз, когда заполняли все эти заявления, либо в бумажном виде, либо-либо. На следующей неделе это мы решим, и я думаю, что вас повестим. У нас и образца заявления нет даже в бумажном виде. Оно уже есть форма, просто пока оно утверждается внутри органов власти. Оно уже есть. Как раз, оно утверждается уверенность? Я думаю, что на следующей неделе этот вопрос решится, потому что до 22 февраля мы уже ждем от тех, кто первым получил статус в прошлом году документы. до 22 февраля это вот тот шелк. Я считаю податом, если у меня получается 13 февраля, 13 февраля по 3 марта мы должны податься. Мы смотрели не кисловой. В общем, для нас, конечно, статус по ручному комплексу очень важен, но тоже там податки. То есть не хотелось бы упираться в последний удар. Поэтому я сейчас еще рассчитала, у нас получается 13 февраля. если мы идем по новым изменениям, о которых вы нам говорите. Если по существующим, то мы как бы уже должны давно-давно это сделать. Ну, скиньте нам хотя бы форму заявления, вы хоть на бумажном носительстве подадите, а потом уже их просто подтвердим, но если будет такая необходимость. Хорошо. Да. Я спросила, что у нас есть вещь в Казахстане, в Казахстане. Сейчас задаются документы для подтверждения статуса повышенного комплекса на 2016 год, да? То есть еще так будет, в 2016 год? Нет, еще раз. Просто в 2017 году, до середины... Да, 2017. До середины 2017 года мы смотрим документы 2015 года, после июля 2017 года мы смотрим документы 2016 года. с первого июня. Льгота с первого квартала после выпуска распоряжения о присвоении соответствующего статуса. Обратной силы нет? Нет, обратной силы нет. То есть если вы получили там в декабре, 31 декабря 2016 года, с 1 января 2017, вы имеете ту льготу. А если будет после июля этот льгот? Ну, смотря с какого места. Если с июня, то с июля. Если с третьего папу начнем, а потом начнем с третьего папу. Да, если с третьего, то в четвертый. И каждый год надо подтверждать. Статус на 10 лет с условием ежегодного переподтверждения. Надеюсь, что в ближайшем времени мы сможем максимально все сведения получать через Межвед и количество документов существенно сократится. И что все это будет просто в электронном виде, также через портал? Ну, на самом деле, мы и сейчас по Межведу через налоговую много запрашиваем, не просим там лишний документ. Надеюсь, что дальше будет только возрастать. А вот по поводу аудита отчетов, если подтвержденность там отчетов потребуется, то есть, например, а в среднем будет подтверждаться, которые мы в направлении в самом деле под вопросом. А вы какой ответник? Потребуется, соответственно, потому что последние пять лет, соответственно, если вы будете подтверждаться, то за 15-й год, что же... Ну, да, да. У вас есть имущество другое? Почему вы отчетов не представляете? А не отчет о движении? А у вас по отчету о движении денежных средств они не шли, да? Не знаете? Потребовали отчеты. Потому что у вас была же сложная ситуация с имуществом комплексом. И у вас получается, да, что одной компанией вы не разделили еще, и надо было разделить денежные потоки в здания. Поэтому с вас тогда потребовали отчет о аудиторе, чтобы было видно, что именно в эти ваши здания, которые вы используете под свою производственную деятельность, именно туда уходили деньги. Да. А может, это и все на спине? Нет. Да, потому что у нас смотрится отчет о движении денежных средств. Отчет о аудиторе мы просим только в том случае, если у заявителей есть иное имущество в собственности, в которое также могли осуществляться инвестиции. А можно еще вопрос один? У нас, например, приходят на спецназ и мы позднее, там, несколько недель назад. И говорят, что они проявляют имущество в рамках подтверждения промышленного комплекса. Это угрозбонение. Нет, такого не может быть. Они к вам не могут прийти без департамента. Это акция местности департамента. Нет. Коллеги, смотрите, госинспекция в рамках присвоения или подтверждения статуса приходит только с департаментом промышленности. Если она приходит без департамента промышленности, это не в рамках этого постановления. Спрашивайте их, почему они к вам пришли. На основании чего? Если с департамента нет сотрудника, у нас совместный акт, его форма утверждена. Он не может проводиться одними инспекторами. И они не могут к вам идти на подтверждение статуса, потому что статус по идее сначала надо получить. Год пройдет, вот к коллегам вашим мы пойдем скоро опять в гости. А что это причина? Скорее всего, это в рамках 2.5.7. В рамках статуса не могу договорить. Так. Да, есть утвержденная нами форма. Если хотите, давайте я вам ее сброшу, вы посмотрите. Реестренности, да? Да, да, да. Там есть уже доработанная форма, по которой мы принимаем отчеты аудитора с этой формой. Другие еще вопросы? У нас получается первый тоже. Первый год от 2010 года набиваем, предрессовываем. В 2012 год документы с гераминства по 2014 год они в принципе уже есть. Можно не представлять ли это, а унирует. Да, в этот период за один год, потому что уже также уже проверенная. Также уже проверенная. За один год, который не проверен, да. Добавляйте год. Добавить много, да? Да. Зачем нам, да? Ну, там просто формулировка такая была. Там в каждом периоде, да, в мировке, и указано, что документ предприятие стоит за один год. Да, на связи? Там было 5. Там было 5. Там было 5. Там было 5. Вы сами вычтете, да? А подавайте за один год. Я думаю, что если там понадобится, скажем, но еще... Да, я думаю, что плюс ко всему этому сейчас перед тем, как начнется подтверждение, мы с коллегами из департамента экономической политики тоже этот вопрос проговорим, чтобы не было никаких вдруг несостыковок. Ну, а с другой стороны, зачем? Они же уже у вас этот аудит был по тем годам. Добавить год и все. Еще вопросы? Ну, коллеги, если вопросов нет, всем спасибо, что пришли.